Война. Нечеловеческие испытания принесла она людям. Прибила к земле бомбардировками, сдавила легкие пороховым дымом. Оглушенный страхом и жестокостью, человек не мог издать ни звука. Чтобы найти в себе силы бороться, люди пели. Вставай, страна огромная, стой на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятой ордой. Пусть ярость благородная. Мелодия, вырывающаяся сквозь стон, как доказательство того, что ты все еще жив, была бесценной роскошью, которую не мог отобрать враг. Буквально с первых дней войны на фронт стали выезжать творческие группы, самодеятельные музыкальные коллективы, театральные тригганы. Артисты военных ансамблей выступали перед войсками накануне сражений и после боев, пели в землянках и военных госпиталях. На Западном фронте свои первые полевые концерты дает ансамбль красноармейской песни и пляски белорусского военного округа. Коллектив под руководством заслуженного артиста Александра Федоровича Усачева стремится выступить в каждой части. Маршрут гастролей – линия фронта. Иногда творческая группа дает по пять концертов в день. Это были концерты в землянках, это были концерты в полевых госпиталях, это были концерты и выступления прямо на передовой, когда вот в окоп мы ходили, растягивали баян, вот, и звучало песня, звучало слово. Победу ансамбль встретил в Кёнигсберге. Аккомпанементом песням теперь был лязг оружия, которое сдавала капитулирующая Германия, оглушительные минуты молчания в памяти погибших и долгожданная, робкая пока радость осознания. Мы победили! Ясное небо, стоит ансамбль, поет русские, белорусские, украинские песни, а впереди сидит один на ящике из-под снарядов генерал и плачет. Весь коллектив был награжден за победу над Германией. Многие получили за боевые заслуги. Орден Красной Звезды получил у нас 19 человек, и 4 человека имели ордена славы. После войны коллектив дислоцируется в Барановичах, в гарнизонном доме офицеров Белорусского военного округа. Артисты, как и другие фронтовики, только что вернулись с войны. Но времени на передышку нет. По отстраивающейся испепеленной стране ансамбль колесит со свежей концертной программой. Репертуар, песни о победе и новой жизни. Война, она пронеслась как смерч Великой Отечественной. И в сердцах она оставалась не только поколением военной, но и после войны. Вы вспомните одну песню, только одну, Соловьи Седова, Настихи Фатьянова. Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немножко поспятят. В 70-е годы ансамбль активно завоевывает признание международной публики. Артисты гастролируют не только по всему Советскому Союзу, но и срывают овации за рубежом. В поездах было много. То ли это Испания, то ли Португалия, то ли Франция, то ли Германия. Куда мы не ездили, за нами следом идет бумага с просьбой отпустить коллектив на следующий год. Ту же страну. Так что концерты проходили великолепно. Коллектив ни единого разу не подвел ни себя, ни страну, ни свой округ. На волне международной славы артисты и не подозревали, что совсем скоро вместо просторных помостов и ослепительного светософитов их будет встречать раскаленное солнце гор Афганистана. ВЫСТРЕЛЫ ВЫСТРЕЛЫ И проезжая, сзади разбивается стекло заднее и падает нам под ноги граната, лимонка. Мы сидели с Григорием Александровичем Блонским, посмотрели друг на друга, вроде как прощались всю жизнь. Но там я был запал, нам повезло. Это была другая война и другие песни. Вдали от озер и берез бойцы просили артистов исполнять родные, знакомые с детства мелодии. На недолгое время концерта они мыслями оказывались дома. Но самый тяжелый концерт, вот для меня лично, в Афганистане, был в госпитале, в Кабуле. Закончился концерт, те, кто в состоянии ходить, подошли к нам. Ребята, вы даже представить себе не можете, что вы нам привезли. Нас здесь лечат, но самым лучшим лекарством, самым эффективным был ваш концерт. На Чернобыльской атомной электростанции произошел несчастный случай. Один из реакторов получил повреждение. Принимаются меры с целью устранения последствий инцидента. Удивительно, но мир после обнародованной информации о случившейся НЧС-аварии не перевернулся. Огромные материальные и людские ресурсы брошены были в Чернобыль, чтобы спасти всю страну. Среди тех, кто рисковал жизнью и здоровьем, были сотни военных. Первыми, кто приехал выступать перед ликвидаторами и жителями пострадавших от аварий и районов, были артисты армейского ансамбля. У нас выходные дни были, нас подняли по тревоге. Мы сели в автобусы и были уже там, буквально в мае месяце. Конечно, все знали об опасности для здоровья и 30-километровой зоне отчуждения. Артистов предупредили, что на улице лучше надевать респираторы, что принимать от зрителей цветы небезопасно, а одежду придется выбросить сразу после выступления. Однако к публике музыканты, певцы и танцовщики всегда выходили в концертных костюмах и с улыбкой. Когда передали «Голос Америки», что уже там все, повымирали люди уже все, то в Брагине организовали концерт на стадионе, где присутствовал весь город и все соседние деревни. И мы работали концерт, то нас там закидали пионами, цветами, но потом сказали, вы их не берите, потому что они все радиации. Но столько цветов, как там было, я не помню даже столько еще. В 90-е годы ансамбль получает новый творческий импульс. Николай Соколов, Юрий Семеняко, Владимир Оловников, Игорь Лучинок. Плеяды именитых советских композиторов в расцвете творчества. И многие пишут слова и музыку специально для артистов военного ансамбля. Вы знаете, вот когда проводился, например, фестиваль военной патриотической песни, белорусской военной патриотической песни, то, конечно, было приятно, что каждый композитор практически желал, чтобы мы были первыми исполнителями. Распады Советского Союза не ожидали. Огромная и могущественная страна исчезла с карт так стремительно, что происходящее вокруг некоторое время казалось миражом. 6 мая 1992 года Белорусский военный округ упразднен. Будущее военного коллектива, теперь это ансамбль песней и танцев вооруженных сил Республики Беларусь, под большим вопросом. Это было как бы время размышлений, например, насколько наш жанр может быть востребован и каким, скажем, образом формировать репертуар. Для молодой страны и ее армии это время было непростым. О гастролях для военного ансамбля не было и речи. На это просто не хватало средств. Штат постоянно урезали, концертные костюмы, артисты шили сами, а гонорар задерживали месяцами. Но музыка продолжала звучать. Искусство получало великолепных артистов, музыкантов, которые возвращались на свою родину, которые уже понимали, что это их родина, и они сюда приезжают, как говорится, серьезно заниматься, жить и творить именно на благо нашей страны. Самосознание, которое постепенно приходило к белорусам, все громче звучало и в музыке. Национальный колорит, проверенное временем качество исполнения и со вкусом составленный репертуар, становится фирменным стилем ансамбля вооруженных сил Беларуси. В 1994 году коллектив приглашают на гастроли в Париж спеть с легендарной Мирей Матье. Она ведь известна, сотрудничала многие годы с ансамблем имени Александрова. Но импресарио, которые нас приглашали, сказали, что сейчас такое время, что вот такое молодое государство в Европе, в Беларуси, вот как бы интерес особо притягательный. В 1998 году за вклад в развитие белорусского искусства коллектив получил почетное звание «Академический». Уже началась создаваться целая школа. Естественно, с одного коллектива в другой коллектив приезжали исполнители, и они показывали очень высокий уровень. И когда приходили уже люди прослушиваться, то, конечно же, был какой-то уже определенный эталон. Раз-раз. Собственная студия звукозаписи, современные аранжировки песен, световое шоу на концертах и масштабные танцевальные постановки. Сегодня ансамбль песней и танцево-вооруженных сил самобытный и самодостаточный коллектив. За почти вековую историю условия творчества сильно изменились. Но содержание, несомненно, осталось прежним. А у них фишка какая? Они трудолюбивые. Очень трудолюбивый коллектив. Трудолюбивый. И все время выступают по всей республике. У них же почти нет выходных. Они почти все время то там, то там, то там. По городам всей республики. Не только республики. Они и мы на учениях были, выступали. Очень трудолюбивый коллектив. Очень. Конечно, те произведения, которые вошли в золотой фон нашего коллектива, И они исполняются и проверены временем, и они связаны с гениальными композиторами поэтом-песенниками. Конечно же, эти произведения, мы их несем по жизни. И в нашем ансамбле это лучшее, это образцы. У армейских артистов давно есть свой зритель, и на концертах традиционный аншлаг. С марта 2004 года коллектив ансамбля возглавляет выпускник Московской государственной консерватории имени Чайковского, магистр искусств, заслуженный артист Республики Беларусь, полковник Владимир Воропаев. Это я не вернулся из боя. Руководить таким большим коллективом, с такой историей, как ансамбль, в современный период сложно. Почему? Потому что руководителю мало быть хорошим специалистом и хорошим музыкантом. Ему нужно быть продюсером, имеющим хороший музыкальный вкус. Академический ансамбль песни и танцево- вооруженных сил – это балет, оркестр, солисты, а с 2008 года и детская музыкальная студия «Звездочка». Это единственный в Беларуси детский коллектив, который обучает детей азам вокала, азам хореографии, именно основываясь на традициях предыдущих поколений. Солисты «Звездочки» выступают вместе со взрослыми артистами на наших сольных концертах. То есть «Звездочка» – это маленькая частичка нашего большого коллектива. Голоконцерты и творческие вечера, армейские праздники и патриотические акции. Без ансамбля не обходится ни одно торжество. Артисты выступают в частях и гарнизонах, выезжают на учения, гастролируют по селам, малым и большим городам страны. Очаровывают белорусскими мотивами зарубежного зрителя. Легко и виртуозно. Когда в конце концерта говорят «Ай, как хорошо танцевал балет», или «Как хорошо пели солисты», «Как хорошо, что не было видно, что артист до того, как выйти на сцену, проделал очень большую работу. И слава богу, что его работа оценивается как легко, как красиво. Это наивысшая похвала зрителей. История творчества ансамбля объединила в себе несколько эпох. Какими бы ни были декорации времени, музыка продолжала звучать. С глубоким баритоном и пронзителем сопрано она пела о войне, о новой жизни, о том, кто мы и куда мы идем, о том, что вместе мы – мощная сила. И чтобы не исполняли солисты армейского ансамбля, это всегда музыка, с которой побеждают. «Взял!» 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 Продолжение следует...